Всех вас с Рождеством! Как сегодня Виталик начинал, да. Не важно, какая это дата, не важно, в какой день мы это празднуем, но хочется праздновать и радоваться того, что Спаситель родился. Поэтому я хочу тоже всех поздравить с Рождеством. И знаете, вот с годами ты понимаешь, что, наверное, люди часто поздравляют с Рождеством и с Новым Годом. Я хотел бы сказать сегодня, что не хочется вспоминать про Новый Год как календарный переход, но хочется сегодня поздравить с Рождеством как действительно более потрясающим событием, чем просто смена очередного года. И мы понимаем, что дата здесь — это просто условность. Люди сегодня действительно фокусируются наше, не наше Рождество, но дата — это действительно просто условие, или, скажем, вообще мы понимаем, что Иисус, скорее всего, не 25-го, не 7-го родился, но сегодня для нас важно, что Он родился. Я хочу сегодня об этом говорить, друзья, и я назвал тему своей рождественской проповеди «Новый сезон мироздания». «Новый сезон мироздания». Рождение Иисуса Христа — это не просто как Новый Год, смена очередного года. Я хочу, чтобы мы сегодня погрузились вот в идею, в размышления, что рождение Иисуса Христа принесло новый сезон и новую эпоху на землю, на которой мы живем. Вообще идея сезонов, эта идея очень в Библии хорошо раскрыта или просматривается в разных эпизодах, мы коснемся сейчас некоторых, но идея сезонов или смены сезонов, она пропитывает весь мир, все мироздание, в котором мы живем, начиная от смены дня и ночи, поры года, погоды, природы, возрастной периодизации, если говорить о психологии, все имеет периоды и сезоны. Жизнь так устроена Богом, что постоянно в ней меняется сезон за сезоном. И когда мы люди мудрые, мы понимаем эту смену сезонов, и мы понимаем, что время и период для каждой вещи, для каждого события, для каких-то достижений. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна 2, 4. Насколько хорошо понимал Иисус, это даже касаясь не просто жизни, возраста, развития, не знаю, пары года, сезона политического, но и духовных вопросов. Это история, которая произошла на Перу, и когда Ему попросили сделать чудо, Иисус говорит, «Что тебе до того, что мне и тебе, Женна, еще не пришел мой час?» Иисус очень четко понимает, что каждая вещь, каждое действие на земле, каждый поступок, каждое достижение, если хотите, каждый план, который мы носим в себе, он должен быть согласован с тем временем, периодом, сезоном, в котором мы находимся. И Он говорит, «Еще не пришел мой час. Придет время для более сильных действий. Придет мой час, придет мой черед». Я хочу, чтобы мы увидели еще какие-то другие аспекты, касающиеся важности понимания сезона и периода, в котором мы живем. Я приготовляю так, чтобы мы серьезно погрузились в этот момент, чтобы мы осознали, что когда мы здесь слышим про Рождество, когда дети говорят о том, что родился младенец, когда звучат песни, показываются какие-то декламации, сценки, это не просто дань традиции и моде, это не просто дань тому, что так надо делать в Рождество. Это констатация факта, что действительно с рождением Иисуса сменилась эпоха. Рождение Иисуса открыло новый этап жизни человечества. Давайте посмотрим, что Слово Божье говорит в книге Экклесиаста. Это книга мудрости, книга, которая собирает в себе какие-то вещи, касающиеся нашей жизни. Восьмая глава с пятого стиха, она говорит, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, кто скажет ему». Потрясающая глубина. И я хочу, чтобы мы с вами увидели, насколько это простые слова с одной стороны. Каждый может понять, что здесь нет каких-то замысловатых выражений, космических каких-то, знаете, словосочетаний, каких-то заоблачных логических конструкций, которые были бы сложны. Это все простые слова. Но в этой простоте отражена глубина мироздания. Я хочу, чтобы мы с вами еще раз посмотрели. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». И это, кстати, очень интересная отсылка, что... И дальше продолжается. «Сердце мудрого знает время и устав». Это очень интересная отсылка еще к одной библейской идее, что начало мудрости – страх Господень. Страх или богобоязненность не как страх суда Божьего, но как уважение к тому, кто основал мироздание, к тому, кто постановил заповедь, кто постановил закон, кто заложил фундамент. Когда я знаю того, кто заложил фундамент, когда я осознаю закон мироздания, тогда я поступаю правильно или мудро. Я знаю, как действовать. И здесь мы видим эту же мысль. «Соблюдающий заповедь не испытает зла». Почему? Потому что сердце мудрого, сердце человека, который богобоязнен, он точно знает две вещи. Он знает время и знает устав. Я понимаю, что, может быть, слова немножко устаревшие, слово «устав», или хотя мы и пользуемся в современном мире, и распреденции пользуются этим словом по-прежнему, но здесь две категории. Писание раскрывает нам. Мудрое сердце всегда знает эти две категории. Устав, я с конца начну, то есть, как устроено. Когда мы приходим в организацию, и мы понимаем, что организация работает, у каждой организации есть устав, как она устроена. Сердце мудрого знает, как устроены вещи этого мира, как устроены отношения, как устроена семья, как устроено и должно быть устроено общество, как устроена праведность, как устроены поступки, как устроена жизнь, поступать, действовать, как устроено изнутри. Об этих вещах Иисус говорил в притчах. Я отверзу устав в притчах, чтобы сказать сокровенное от создания мира. Как устроен мир? И потому, когда мы собираемся здесь в собрании и проповедуем Слово Божье, мы не просто соревнуемся в красноречии, знаниях, мы открываем глубинный устав. Как устроен мир? И сердце мудрого прилеплено к тому, чтобы знать устав. Сегодня люди в своей гордости говорят, о, мы знаем гораздо больше, чем говорит Библия о семье, об отношениях, о социуме и так далее, и так далее. Мы можем думать, что мы знаем. Но лучшее знание исходит от автора мироздания. И потому то, что Бог раскрывает в Своем Слове, оно обладает большей глубиной. Пример – это семья, когда люди сегодня могут строить свою семью на основании выгоды, финансов, заключать брачные договора, но в такой семье нет подлинной глубинной крепости. Подлинная глубинная крепость в семье, здоровость, глубина отношений приходит только там, где семья строится на основании любви. И это значит, когда люди молодые создают семьи, и они понимают, я хочу создать семью на основании любви, это и значит знать устав. Я знаю, как устроена семья. И если я буду строить ее правильно, я мудрый. Я приобрел мудрое сердце. И я буду благословен. То, с чего начинается этот стих. Соблюдающий заповедь не испытает зла. Он знает устав. Он безопасен. Этот мир не поглотит меня, потому что я знаю устав. Я знаю заповедь. Но вторая вещь, которая здесь упомянута, он помимо того, что он знает устав, он знает время, он знает период, он знает эпоху, он знает, что нужно делать сегодня, в какой эпохе я нахожусь, в каком сезоне, более правильное или красивое для меня слово, сезон. Мы одеваемся по сезону. Мы выходим на улицу сегодня, утром каждый из нас посмотрел, наверное, на градусник и начал искать что-то потеплее. Никто не пошел в летнем, потому что сменился сезон. Так вот, здесь Слово Божие конкретно говорит, для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло, когда он не знает, что будет и как, кто ему скажет. Сезон, время – это вторая вещь, которая необходима мудрому человеку. Еще одно интересное местописание, которое тоже раскрывает идею сезона и мироздания, оно тоже в Екклесиасты записано в третьей главе, с первого стиха. Это очень известное место, я бы не сказал, может быть, знаменитое, но его часто цитируют в разных отрывках, вырывая кусочки из этого стиха, потому что они очень красивые в этом смысле. Так сказать, это действительно вдохновение Божье, какое-то божественное направление. Итак, 3.1, Екклесиаст. «Всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетывать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Я хочу, чтобы мы сегодня подумали, насколько глубоко это сказано. Для того, чтобы понять, насколько это глубоко, давайте попытаемся вообще сопоставить категории, о которых здесь говорится. Я просто хочу, чтобы вы насладились здесь красотой Священного Писания. Философы могут говорить красивые фразы, но эти фразы не будут обладать глубиной, такой вот серьезной глубиной. Эта фраза, вот этот отрывок звучит очень просто, но он глубокий. Прочувствуйте его еще раз. Здесь книга Экклесиаста говорит нам всему свое время, всему свой сезон, всякой вещи. Нету в мире ни одной вещи, ни одного чего бы происходило, которое бы происходило вне определенного своего сезона или времени. И здесь смотрите, какие он категории. Есть время рождаться, есть время, когда крик младенца слышен, пусть даже в хлеву, пусть даже на этом кедре, который мечтал о многом, но это его время, и оно пришло. Но приходит время, когда ему же необходимо умереть, когда пришло его время умирать. У каждого из нас было время, когда мы родились, начался наш сезон. Но однажды, я здесь как пророк скажу вам, смело, могу даже сказать, так говорит Господь, Господь, однажды каждого из нас жизнь закончится. Каждого. На этой земле вы можете умереть или быть восхищены с церковью. Мы не знаем, какой сезон придет раньше, но жизнь на этой земле каждого из нас рано или поздно закончится. Будет время умирать или время оставлять эту землю. И казалось бы, хорошо, это понятно, время насаждать, время вырывать посаженное. Казалось бы, да, мы всегда говорим про то, что надо насаждать, надо сеять, особенно сегодня, надо сеять свое развитие, надо вкладываться, надо насаждать, надо сеять. Но мудрость, она больше. Есть сезоны, когда надо сеять и вкладываться, но есть сезон, когда нужно прийти в свою жизнь и начать что-то вырывать из нее. то, что приносит горький плод. И это тоже сезон. Иногда люди, проходя сезон, когда нужно вырывать, не понимают его, не понимают времени. Они знают устав, но они не понимают время. И тогда, когда нужно вырывать, они пытаются сеять снова. Но они не понимают, что сейчас пришло время вырывать. Время разбираться с тем, что является горьким корнем, что растет и отравляет твою жизнь. Они снова сидят и ждут, и сеют, и сеют. И так далее, друзья, можно размышлять над каждое. Кто-то скажет, ну хорошо, ладно, но время убивать и время врачевать. Вы знаете, я понимаю, что здесь можно говорить об этом прямо, можно говорить косвенно. Но я хочу, чтобы мы понимали, что мудрость здесь включает всю полноту. Иногда что-то происходит вне нашего контроля и понимания жизни. Иногда, я понимаю, здесь звучит слово убивать, но давайте скажем так, смерть приходит туда, куда мы ее не ожидаем. Иногда мы врачуем, и мы имеем успех, но иногда по какой-то причине, неведомой нам, события идут туда, куда мы не ожидаем. И многие люди на этом теряют свою веру и жизнь, потому что понимают, что они не справились, они не удержали. Здесь радикально звучит убивать время или о смерти, но я хочу сказать, что потери, разрушения, это тоже сезон. Я не понимаю, почему он приходит, но мудрое сердце говорит следующее. Я знаю, устав. В мире так происходит. И я хочу пройти этот сезон правильно, зная время. Потому, когда сегодня сезон, что-то происходит в моей жизни, это не значит, что я призываю, что возможно вам нужно убить свой грех, возможно вам нужно убить свою гордыню, разобраться в конце концов со своей жадностью, убить в себе раба, убить в себе дешевый, какой-то может быть страх перед этим миром. Если это ваш сезон, то время убивать. Потом вырежут в проповеди, есть целая такая подборка, цитаты проповедников нашей церковной, если вы еще не видели, примкните к молодежи, они вам покажут. Потом это вырежут, скажут, убивай, да. Так что тут надо за фразами следить. Друзья, мы двигаемся дальше. Я уже не буду говорить про время разбрасывать камни и собирать, время смеяться и сетовать. Скажу только, что есть время плясать. И это тоже сезон жизни. Мы порой не умеем радоваться. Мы порой не умеем получать не то, что наслаждение или удовольствие от жизни. Может быть, это так звучит не совсем как-то, ну, для кого-то приемлемо, но есть вещи и время, есть сезоны, когда мы просто должны радоваться от того, что Бог подарил нам. Бог подарил нам друзей, Бог подарил нам детей, Бог подарил нам возможности. И когда дети сегодня танцевали, я вспоминал, прокручивая в памяти свои архивные видео, когда мои дети были вот этими маленькими овечками бегали. Я понимаю, что эти сезоны уже в прошлом. Сейчас эти маленькие овечки уже на старте взрослой жизни и будут дальше иметь свой сезон, свои периоды жизни. Но для меня в то время и в ту эпоху важно было, что это было мое время плясать. Это было мое время наслаждаться их детством. Если бы я потратил это время на какие-то другие сезоны своей жизни, я бы упустил что-то. И мудрое сердце говорит, всегда будет период, в который есть время твое радоваться, плясать. Веселись перед Господом, рукоплещи Ему. Сегодня в церквях иногда говорят, нет, вы что, что это устроили на сцене? Эти дети радуются пред Господом. И это их сезон плясать. И пусть так будет. Мы никогда не знаем, какой сезон придет в жизни у них через год, два или три. Кто-то из них, возможно, войдет в сезон, когда написано, есть время сетовать, есть время плакать. Мы двигаемся дальше, друзья. Я мог бы много еще об этом говорить здесь, но вот мы, я хочу сейчас показать, что рождение Христа это новый сезон мироздания. Я прочитаю один отрывок Священного Писания, мы сегодня говорим о Рождестве, и Евангелие от Матфея говорит 1,20. Но когда он помыслил это, речь идет об Иосифе, ему явился ангел Господень и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит сына, наречешь его имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов. А это произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, сидево в очреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Когда мы читаем здесь Евангелие от Матфея, это достаточно простой отрывок, из него мы можем сделать таких два простых вывода. Я хочу специально начать вот так вот просто об этом говорить, о смене эпохи, сезона. И здесь два простых вывода. Мы видим, что как минимум сменилась какая-то духовная власть, воцарился новый царь, если говорить такими более категориями, потому что написано, смотрите, нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Эта идея отсылает нас к тому, что однажды, еще, может быть, мы говорим, было грехопадение во времена Адама, но однажды в истории Израиля произошла ситуация, когда народ отверг Бога как царя, когда он захотел, чтобы ему поставили царем человека. И Бог тогда сказал Самуилу, сделай так, потому что они не тебя отвергли, они меня отвергли, они не хотят, чтобы я царствовал над ними. И когда мы здесь читаем, нарекут ему имя Эммануил, это будет означать то, что Бог снова с нами, Он снова воцарился, Он снова ведет нас, Он снова принял нас. То же самое, что происходило, ну, как аналогия с Моисеем, который ввел народ и был столб облачный и огненный. И мы помним многие истории, когда Моисей столкнулся с ситуацией непослушания народа и Бог сказал ему, я пошлю ангела с вами. И этот человек Божий сказал, мы не хотим ангела, мы хотим, чтобы ты был с нами. Вот сердце, которое действительно осознает мудрое, знает устав, знает мироздание, я не хочу, чтобы что-то мне заменил от себя Бог, живого Бога. Невозможно заменить ни ангелом, ни идолом, ни какими-то действиями. Я хочу тебя, живого Бога. И вот в этом суть того, что сменилась власть, сменился царь, воцарился царь, нарекут имя Эммануил. Имя в данном случае означает его статус, статус, который он приобрел в духовном мире. Ему нарекли статус Бог с нами. И вторая вещь, которую мы видим из этого отрывка, то, что пришло избавление. Написано, он спасет людей своих, над которыми он воцарился, от их грехов. Он спасет их, он искупит, он заплатит цену. Это великая вещь на самом деле. Когда я сегодня беседую и работаю с многими людьми, которые приходят с духовными проблемами, с проблемами, касающимися душепопечения, с проблемами, касающимися освобождения от духовных вещей, от демонической зависимости, основная причина, по которой духовный мир продолжает разрушать жизнь человека, является в том, что человек не до конца или не в полной мере он находится в искуплении. Кто-то скажет, ну как, я же пришел, я исповедовал, я сказал. Искупление – это духовная сила, действие, благодати Божией, того, что Иисус заплатил за меня цену. Это не просто уже все не мое старое. Представьте, что вы украли что-то, вы украли год назад, и вас вычислили, и вас ведут на суд. И ваша карьера, ваша репутация, ваше все, оно под угрозой, потому что вы когда-то украли, согрешили. И ваша жизнь под угрозой. Но вот приходит кто-то и говорит, я возмещаю украденное, я все делаю, чтобы загладить его вину, договариваюсь. И на суде вам говорят, да, вы виновны, но из-за того, что кто-то, вот этот, и условно Иисус, скажем, будем говорить прямо, он заплатил все, что вы украли, все, что вы должны. Он возместил все расходы, все накопления, все проценты, все, все, весь срок, все оплатил, залог ваш, все заплатил. Вы виновны, но вы свободны теперь. Если бы вы оказались в такой ситуации и вышли из зала суда, то, что было бы у вас точно, это никогда в своей жизни вы бы не сказали, это не со мной было, «Эй, я забыл про это, потому что Иисус заплатил». Вы сказали бы следующую вещь. Я помилован. Я украл. Я преступник. Но за меня заплатили. Кому много прощено, тот что делает? Много любит. вот откуда рождается сердце из полной благодарности Спасителю, потому что я виновник. Давайте никогда не забывать, что прошлая жизнь – это не то, что не было с вами, это вы. Это вы грешили, это вы несли преступление, это вы погибали, это я погибал. Но что он сделал? Он за все это заплатил. Своей жизнью, своей кровью он рассчитался за все это, чтобы гнев Божий не был направлен на меня, а я был помилован. Вот что означает здесь фраза «Он спасет людей своих от грехов их». Я хочу углубиться еще немножко дальше. Мы читаем, это очень просто выглядит в Евангелии от Матфея, мы говорим, ну что там произошло? Иисус родился на земле, он полежал в яслях, вырос, пришел на крест, там его помучали, да, его серьезно били, да, он истекал кровью, но в то время распинали много преступников. В принципе, что такого особого произошло? Ну да, теперь он объявлен спасителем. Давайте заглянем за сцену этого. Почему это смена сезона? И здесь нам поможет книга Откровения. Книга Откровения позволит нам заглянуть в духовную часть мира, то, что мы не видим своими глазами, но мы верим, что здесь очень четко описано то, что происходило или как происходила эта смена сезона. Итак, Откровение Иоанна, или она же книга Апокалипсис, да, 12 глава с 3 стиха. Я хочу, чтобы мы заглянули за сцену. Как этот сезон переключился на земле? Что происходило в невидимом мире, да? Мы видим, сейчас сцена пустая, но где-то там эти музыканты по-прежнему есть. Они не исчезли, да, как нам может показаться. Итак, 12 глава с 3 стиха. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на главах его семь диадим». Когда-нибудь мы, наверное, дорастем до визуализации. Сейчас пока просто читайте и представляйте. Хорошо? «На главах его семь диадим. Хвост его улег с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон встал перед женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было ее дитя к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, и питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. И произошла на небе война, и Михаил, и ангелы, его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти». Я понимаю, что сейчас мы даже не будем пытаться выстроить какую-то логическую цепочку и последовательность, где и когда, в какой период и эпоху что-то происходило, когда змей был повержен, что такое звезды, хвост и прочее, прочее. Я хочу сделать акцент на том, что произошло глобально с рождением Иисуса Христа на земле. Произошло то, что мы читаем здесь, как написано. «Ныне, да, услышал громкий голос, говорящий, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его». «Ныне настало». То есть, смотрите, слово «ныне» отсылает нас к тому, что есть точка, есть период, начало периода, есть начало сезона, когда мироздание жило под определенным давлением этого клеветника, клеветавшим день и ночь перед Богом, разрушая его что-то и так далее. И был этот младенец, который рожден, и эта точка, она началась. То есть, сезон начался ныне. Фраза «ныне». Вот когда вы услышите, наше собрание закончилось, это будет изнаменовать то, что сезон, начавшийся в 11.05, закончился. Закончился период воскресного собрания. То же самое здесь мы читаем, ныне настало. И что настало? А настало то, что власть во вселенной, в которой мы живем с вами, переменилась, перераспределилась. Кто-то скажет, нас это мало волнует. Может быть, вас это мало волнует. Вы вообще можете про это не думать, но вы живете под влиянием этого. Это то же самое, как я скажу. Мы поменяли правила дорожного движения в этой стране. И теперь пешеходы не будут переходить ни на красный, ни на зеленый. А как получится? Вы скажете, о, меня это мало волнует. Вас это может не волновать, но вас это будет волновать, когда вы пойдете к дороге, а там больше нет светофора. И машины несутся. И вы скажете, а, ерунда, такого не бывает. Зайдьте в Индию. Так бывает. И неважно, какой горит свет. Ваша безопасность на дороге – это ваша проблема. Машинам все равно. Успеете вы перебежать или нет? Так бывает. И, может быть, вы это не верите, но на вас это влияет. И вам придется жить по новым правилам дорожного движения. Вам придется смириться с тем, что светофора больше нет, и ваша ответственность теперь перебегать. И вы будете вспоминать те времена, о, как хорошо было, когда был светофор. То же самое здесь. Вы можете говорить, да мне все равно, какая там власть поменялась. Это не все равно. Вы теперь живете под влиянием этого. Это реальность мира, в котором мы живем. Кто-то скажет, да ну, какая реальность? Ну, написано красиво. Настала власть, да. Иисус там молодец, победил. Но в реальности это так, как теперь работает мироздание. Смотрите, написано. Мы можем здесь не углубляться даже вот в эти моменты, связанные, что там древний дракон, архангелы, ангелы воевали, кто там с кем воюет. Может быть, вас это мало волнует. Но есть послание церкви, которое раскрывает в этом смысле ее духовные полномочия через то, что Иисус получил на земле через свое рождение. Смотрите, написано Матфея 28, 18. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». И это первая часть стиха. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Знаете, когда кто-то так говорит, он либо сумасшедший, я Наполеон, да, как там, я Наполеон, или не помню, как там Наполеон, куда руку свал, да, но вы меня бы отвезли в психушку. Там, иди с Кутузовым сиди, там, общайся. Вы вряд ли бы поверили мне. Или если я рассказал, я космический посланник, я раскрываю вселенную для вас. Вселенная, раскройся, свет течет на вас. Сказал, пастор, а крыша поехала. Тот, кто заявляет такие вещи, он либо обладает властью, либо он сумасшедший. Иисус говорит, и я верю, и я знаю, и я убежден, что Иисус не сумасшедший. Но он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Всякая. Ни одно колено духовное, ни одна сущность не может не преклониться перед властью Иисуса Христа. И когда он был на земле, он мог воскресить Лазаря, потому что он повелевал смерти, он повелевал стихии он мог повелеть горячки в тещу Петра, назвав ее как сущность по имени, и она ушла, хотя для нас это набор воспалительных процессов, повышенной температуры, клетки и прочее. ничего не осталось непокоренным ему. Но больше он говорит во второй половине стиха. Он не просто похвалился, дана мне всякая власть. Он подключает нас с вами к этому процессу, как в новом сезоне мироздания. Он говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, и уча соблюдать все, что я повелел, и я с вами во все дни до скончания века». Он не просто хвалится своей властью, но он говорит, «Я выбрал вас, идите и научите все народы. Научите моим уставам и времени. Научите им, что я вам говорил, что я вам передал в притчах». И поэтому сегодня церковь христианская самым главным своим фокусом она имеет учить. Учить народы о Слове Божьем, учить о Спасителе, учить о том, кому отдана вся власть. И часть этого учения сегодня сделали дети, рассказав нам о том, кто родился, что он был рожден в хлеву и так далее. Это его история жизни. Поэтому, друзья, власть, которую отдана Иисусу учить или владеть на земле и на небе, она отчасти передана в его церковь. Отчасти я говорю, потому что он дал определенное посланичество. У нас нет права управлять временами, года. У нас нет права управлять, знаете, планетами. Он дал часть своих полномочий Церкви Божьей учить, крестить, молиться за людей. Мы двигаемся дальше. Я буду уже скоро заканчивать, и наша программа продолжится, еще будет одна песня, мы помолимся, и я понимаю, что у нас еще будет общение. Но я хочу сказать, друзья, возвращаясь к сезонам в жизни Христа, чтобы мы понимали, в нашей жизни сменяются сезоны, и вот рождение Иисуса Христа, оно показало, что понимание сезона или периода, понимание эпохи, в которой мы живем, глобально, это очень важно. И есть еще важное понимание того, что каждый из нас в отношении своих с Богом, что мы читали здесь сейчас о церкви, идите, научите, идите, благовествуйте, крестите. В отношении служения Богу, в отношении нашего пребывания в церкви, здесь на земле, наша жизнь также имеет, по сути, четыре глобальных сезона. Я хочу очень быстро этого коснуться, на примере Иисуса Христа. Каждый из нас проходит четыре таких глобальных сезона в своей жизни. И очень важно понимать, в каком из них мы находимся, для того, чтобы быть благословенными в этом. Я постараюсь очень быстро о них. И первый сезон, если брать, мы будем говорить о примере Христа, это рождение. Евангелие от Матфея мы читали, и вот сезон или период, эпоха рождения, это не какой-то одномоментный акт, но я хочу прочитать, и вы поймете, о чем я говорю. Матфея 2,13. Когда они отошли, ангел явился Иосифу во сне и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его, беги в Египет, будь там доколе не скажу, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет и был там до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта я возвал сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, разгневался и послал избить всех младенцев в Ефлееме и во всех пределах его двух лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Тогда было среченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен и плачь и рыдание, и вопль великий Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться, ибо их нет». Все мы проходим сезон рождения, когда в нашей жизни Иисус рождается в сердце. Все, кто сегодня понимает, что он может сказать, «Я рожден от Бога и знает Бога», проходили или проходит этот сезон рождения, период, можно назвать его еще периодом младенчества. И вы скажете, «А почему ты прочитал этот отрывок, связанный с избиением младенцев?» Потому что для этого сезона, когда для нас, как для младенцев, открывается истина, всегда характерны две вещи. Божье гарантированное возрастание, Он питает нас молоком, у нас всегда есть эта мама рядом, и второе, у нас есть всегда безусловная Божья защита. И когда вы в сезоне младенчества, иногда мы говорим, допустим, своим детям, которые только начинают как-то свою осознанную веру, и мы начинаем их укорять за какие-то вещи, мы не понимаем до конца, что к сезону младенчества у Бога простые требования – кормить и защищать. Когда я был младенцем, написано, я как говорил? По-младенчески. Как я мыслил, Павел пишет, по-младенчески. Как я поступал? По-младенчески. Когда вы в периоде младенчества, так же, как был Иисус, Иисус не мог из яслей щелкнуть пальцами, чтобы Ирод сразу разложился на молекулы. Иисус не мог сделать что-то, будучи младенцем, и для Него Бог гарантировал вокруг Него людей, которые взяли Его и убежали с Ним в Египет. Они исполнили тем самым пророческое слово, но я хочу сказать, друзья, если сегодня вы находите в периоде младенчества, Бог гарантирует вам свою сверхъестественную ограду и защиту. В тех ситуациях, даже когда, простите, может, кого-то это заденет, но когда вы виновны, Бог не будет так строго взыскивать с вас, но накажет вас очень мягко. И второе, Он будет кормить вас через людей рядом с вами, духовно кормить вас, наставлять, взращивать. И этот сезон, он очень теплый сезон, вам хорошо в этом. И многие люди стремятся остаться в сезоне младенчества. Они хотят подольше в нем задержаться, потому что тебе все спускают с рук. Папа обо всем позаботится, злобный Ирод не приблизится ко мне. И смотрите, Исайя говорит, 7,14, это, кстати, отсылка к тому, что мы уже читали, как написано, сказано у пророка, и сам Господь даст знамение, дева в очереве примет родить сына, нарекут ему имя Эммануил, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Сезон младенчества будет происходить ровно до момента, пока вы не научитесь через возрастание в Боге отличать худое от доброго, пока не придет мера духовной зрелости, позволяющая вам перейти в следующий сезон. Так было с Иисусом. Родит сына, нарекут имя Эммануил, но он будет возрастать, он пройдет младенчество, он пройдет весь земной путь, как мы проходим с вами, пока не будет отличать доброе от худого. Поэтому сезон младенчества, друзья, многие люди в этот сезон именно не потерпели урона. Люди приезжают ко мне и говорят, знаете, пять лет первой моей христианской жизни, так было все хорошо, а потом алкоголь вернулся, а потом вернулась ложь, а потом вернулась зависимость от денег, а потом вернулась, а потом вернулась, оно не возвращалось, оно никуда не уходило. Просто в сезон младенчества Ирод не мог прикоснуться к тебе. Бог гарантировал тебе безопасность и взращивание. Он уводил тебя в дальние места, где враг не мог коснуться, но враг имел по-прежнему претензии на это. И наступает следующий сезон, друзья, это сезон становления. Второй сезон всегда в нашей жизни это сезон эпоха становления. Мы говорим сегодня о Христе, о Его рождении и о Его жизни. И Лука 2, 46 говорит, через три дня нашли Его в храме. Родители поехали на праздник и вдруг потеряли Иисуса, подростка. Через три дня написано, нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушавшего их и спрашивающего их. И все слушали, дивились, разум и ответом, увидели, удивились. И матери сказала, «Чадо, что ты сделал с нами? Я и Отец твой с великой скорбью искали тебя». Он сказал, «А зачем вам было искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. И матери его сохраняла все слова в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и у человеков». Следующим сезоном в нашу жизнь приходит сезон становления. Когда младенчество закончилось и вы научились различать доброе от худого, вы переходите в эпоху становления. И здесь появляются другие вопросы. Здесь появляется другое окружение у вас, другие люди, другая нагрузка, другой уровень ответственности. Все поменялось. И многие люди, ааа, они теряются в этом. Сезон становления, вы никогда никуда не убежите от Него. Что происходило с Иисусом? Сезон, когда Он был помещен туда, куда был предназначен. Да, это не было еще даже начало Его служения, но уже место, где Он будет, место, кем Он будет, было обозначено. Порой мы встречаем, как человек, начиная в сезоне возрастания, тянуться своей душой туда или иначе, и мы думаем, почему Он так рвется, может это гордость? Это не гордость. Может быть, это и быть гордость, но я предполагаю, что Он тянется своей душой, своим потенциалом туда, куда предназначил Его Господь, куда Его Господь видит, в том, что принадлежит моему Отцу. Потому, друзья, в этот сезоне важно, ну, я назову такое слово самоидентификация. Оно может быть не совсем библейское, оно вообще не библейское, но это то, когда я начинаю понимать через свое становление, кто я во Христе, кто я в Боге, для чего я здесь. У меня происходит внутренняя вот эта настройка, и когда Иисус оказался в храме, они, чадо, мы искали тебя, мы волновались, Он говорит, а чего волновались? Разве вы не понимаете? Я там, где Отец хочет меня видеть, но они не поняли, они говорят, пошли с нами, пошли, ты должен подчиниться нам, ты должен преклониться, и они увели его, и он пошел, он не стал бунтовать, потому что сезон становления, это сезон, когда ты всегда подчинен правилам, ты подчинен кому-то, есть подотчетность, она позволяет там формироваться, самоидентичность, не происходит в хаосе, она происходит в определенном направлении, этот сезон становления, это сезон, когда кто-то в нас вкладывает, и мы становимся, мы растем через это, написано о Иисусе Христе, что Он преуспевал в премудрости, возрасте и любви у Бога, и не только у Бога, и у человеков, сегодня в сезон становления люди могут говорить, я возрастаю в Боге, мне плевать, что вы думаете обо мне, вы неправильно понимаете сезон, мудрость понимает не только устав, мироздание, но сезон, время, во время становления очень важно возрастать не только в любви у Бога, не только в дарах своих, помазаний, призваний, но и у человеков, чтобы это отражалось в вашей реальной жизни в плодах. Поэтому, друзья, когда Иисус, этот сезон характерен сменой разных обстоятельств, как я вижу, когда Иисус пришел в дом своего отца и духовно он там раскрывался, и его слушали, восхищались, потом пришла эпоха забвения, в кавычках, когда родители увели его снова домой, уже нет рядом учителей, которые тебя слушают, уже нет рядом фарисеев, которые восхищались с твоей мудростью и знанием, наступило как будто забытие. Нет, это не забытие. Сезон становления, он всегда будет сменяться разной чередой обстоятельств, чтобы вырастить нас. Масло из оливок выдавливают чем? Прессом. Сезон становления это гадкие люди вокруг тебя, которые будут критиковать тебя, и ты будешь их ненавидеть и злиться на них, но потом окажется, что это был пресс, который взял в удел Господь. И масло, которое получилось из этого, будет драгоценным. И когда сезон становления закончится, ты скажешь этим людям спасибо, даже если это были пастыря. Эти гадкие люди вокруг тебя, которые говорили тебе о твоих ошибках и косяках, но они не могли поступить другому, потому что пресс, как бы ему не было жалко оливки, он должен сделать свою работу. У меня уже закончилось время, но я расскажу еще про два последних сезона. Третий сезон, который мы видим в жизни Христа, это сезон власти и время действовать. Каждый из нас переходит в него потом. Это сезон, кстати, вот во втором сезоне становления, есть тогда ситуация, когда мы отступаем от Бога, и мы говорим, о, так было хорошо после покаяния, младенчества. сезон становления это время разобраться со своими проблемами, со своими косяками, со своими врагами внутренними, со своими грехами. Это уже не сезон, когда Бог все покрывает, но наоборот, пресс начинает выдавливать из себя драгоценное и отбрасывать ненужное. потому сезон становления это всегда сезон давления, сезон испытания. Следующий, третий сезон, точнее, это власть и действие. Я здесь очень быстро, просто, Евангелие от Матфея, можно много было читать, но 21 глава говорит, нам множество народа постелали свои одежды по дороге, другие резали ветви с деревьев и постелали, народ же пришествующий и сопровождающий восклицал Ассанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня, Ассанна Вышних, когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, говоря, кто сей? Народ говорит, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Иисус входит в сезон власти и действия. Это сезон, когда его призвание на земле раскрывается. То, что на себе сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, оно становится очевидным. И люди восклицают Ассанна сыну Давидову, исследовавшие, сопровождающие и встречающие его, они однозначно восклицали Ассанна и слава вот этому, которому мы видим. В нем есть авторитет, в нем есть сила, он учил, как власть имеющая, он говорил, как власть имеющая, он повелевал стихиям. Наступает сезон признания власти, действия. И это тот сезон, которого ведет каждого из нас, Господь, туда. Для чего? Он не просто вложил однажды в тебя свой дар. Он не просто однажды провел тебя через испытания, через сезон становления. Он устрояет свою церковь так, что он каждого помещает туда для действия, для созидания. Потому, когда Иисус вошел в свой сезон власти и действия, этот сезон, в котором мы раскрываем свой потенциал, мы достигаем какой-то определенной эффективности, мы понимаем смысл и призвание нашей жизни на земле. Смотрите, что еще говорится в Луки 13, 31. В тот день пришли некоторые из форисеев и говорили, удались отсюда, Ирод хочет убить тебя. Он сказал, пойдите, скажите этой лисице. Ты как с царем разговариваешь? Кто имеет право так разговаривать с царем? Либо сумасшедший, да, и мы его закрываем, либо тот, кто имеет на это полномочия. Можете передать этой лисице. Я знаю его хитрость, коварство, я знаю его уровень. Он ничего не сможет сделать, чтобы остановить меня. У него нет полномочия. Он царь. У него нет полномочия остановить меня. У него нет власти. И что говорит Иисус дальше? Сегодня я изгоняю бесов и совершаю исцеление. Он не остановит это. Ему не дано остановить. Я делаю то, что выше его полномочий, выше его авторитетов. И я делаю это, и в третий день кончу, и, впрочем, мне должно ходить сегодня, и завтра, и в последующий день. Ирод не повлияет на это. Я закончу тогда, когда я закончу. Так же, как вы не повлияете на длину моей проповеди. Спасибо, да? Полномочия этот решил проявить. Иисус говорит, скажите этой лисице, ты никаким образом не имеешь надо мной власти. Что-то Бог тебе выделит, что-то Бог позволит себе сделать, но я вошел в свою полноту. И потому говорит, я совершаю то, к чему Он меня призвал. Я буду принимать санну, я буду изгонять бесов, я буду исцелять больных. И когда я закончу, когда я завершу, это будет мое решение и решение моего отца. Поэтому, когда вы входите в свой сезон, неважно, занимаетесь вы в воскресной школе, учите, поете вы в хоре, проповедуете вы за кафедрой, благовествуйте на улице, трудитесь в социальном служении, занимаетесь вы с душепопечением или занимаетесь с детьми, или может быть вы просто в служении организации, заботитесь об этом здании, порядке, и все. Когда вы вошли в сезон своей полноты и власти на вас лежит ответственность делать то, к чему вы призваны. Господин жатвы доверил вам. И вот в этом сезоне это ваше время эффективно трудиться для Христа. И последний сезон, я назвал его сезон миссии. Кто-то скажет, ну вот потрудились, это и есть моя цель, призвание. Нет, это не финал. У каждого служения есть в конце концов миссия. Что я под этим понимаю? Библия говорит, что мы как живые камни устрояем из себя дом духовный. И теперь внимание, Иисус говорит, или о Христе говорится, он есть камень краеугольный, который был заложен в основание. Помните? Который строители отвергли, но он сделался главой угла, он стал основанием церкви. И потом он говорит Петру, ты камень. Твое призвание и миссия будет положено в эту стену тоже. И потом дальше апостол Павел раскрывает эту идею, или несколько апостолов раскрывают подобную идею, давайте так скажем. Мы как живые камни устраиваем из себя дом духовный. Мы слагаемся в Божье строение. Мы члены его тела. Миссия это быть частью Божьего народа, составной частью Великой Церкви Иисуса Христа. Это не просто я потрудился тут или потрудился там, или сделал это, или сделал это. Я неотъемлемая составная часть его народа. Меня невозможно уже достать из этого строения. И это не просто мой труд, что я много делаю. Возможно кто-то из вас просто сидит. И возможно даже я думаю про вас, что вы просто сидите в церкви, вы бездельник. Это моя человеческая слабость. Только Бог знает вашу миссию. В какое место этого фундамента или стены или этого здания Он поместил вас. Очень быстро мы будем молиться. Матфея 16,16 Симон отвечает, ты Христос, сын Бога живого. Иисус сказал, блажен ты Симон, сын Ион, не плоти и кровь тебе это открыли, Отец мой сущий на бесах. Ты Петр, я на сем камня создам церковь мою врата да не одолеют ее. Дам тебе ключи царства, что свяжешь на земле, это будет связано на небе, что разрешишь на земле, это будет разрешено на небе. Иисус запретил ученикам, чтобы не сказывали, что Он Христос. Но с того времени он начал открывать ученикам, что ему должно идти в Иерусалим, пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть я заложу основание чего-то большего, чем я мог просто сделать на земле. Я буду в этом строении главой угла. Крест позволит мне принять всю полноту власти. Ну и тут же Петр начинает говорить, будь милостив, да не будет с тобой этого. И он сказал Петру, отойдет от меня сатана, ты соблазн, ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Иисус сказал, если хочешь стать учеником, сказал ученикам, если хочешь, иди за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Кто сбережет душу свою, тот потеряет, а кто потеряет душу, ради меня обретет ее. Смотрите, что здесь важно. Иисус говорит Петру, ты думаешь о том, что человеческое, тебе нравится быть в команде, тебе нравится асанна, тебе нравятся чудеса, знамения, исцеления, тебе нравится это человеческое, но я смотрю на Божье, моя жизнь это миссия, я этот камень, я посвятил себя этому, я беру свой крест. Я доверяю Отцу, что Он через это совершит. Я понимаю, что мы не повторяем миссию Иисуса Христа, но каждый из нас, как Слово Божие говорит, становится живым камнем, из которого устраняется дом. Миссия каждого из нас, жизнь на земле, посвящение Христу, работа на Божьей Ниве, труд, весь этот прошлый период влияния и действия, он приводит нас к тому, что наступает сезон миссий, когда вы становитесь, ну, я понимаю, что это звучит очень громко, но на вас строится следующее поколение. Много из того, что сегодня мы имеем как благословение, оно пришло потому, что верные Богу матери вложили в своих детей дома образцом своей жизни стойкость, чистоту мировоззрений, евангельские убеждения. Они читали своим детям книги, даже тогда, когда им было тяжело или плохо, они читали Библию и Евангелие, они говорили о Христе. Они могли сказать, ой, отвалите от меня, я хочу отдохнуть, я хочу посидеть в телефоне. Но они были живыми камнями, на которых строилась евангельская церковь, и это позволило им быть фундаментом следующих поколений. И когда спросят, а что эта женщина просидела всю жизнь в церкви, и что толку от нее? Она живой камень, который Бог положил в это строение. И благодаря ее вере, благодаря ее тому, что она вложила в своих детей, благодаря ее воспитанию, благодаря культуре, которую она привила своим детям, из них выросли служители Божьи, и следующее поколение продолжило свой путь и свои сезоны. Ее миссия стала выполненной. Иисус прошел на крест и сказал, совершилось. Миссия совершена. Друзья, поэтому мое пожелание, понимая сезон, понимая время и устав, написано, что мы, как живые камни, устраиваем у себя дом духовный. Петр пытался застрять на предыдущем сезоне власти влияния. Ему нравилось человеческое. Но Иисус говорит, Петр, двигайся дальше. Двигайся к тому, в чем твоя миссия. Что ты должен вложить в церковь Христову, чтобы она на этой земле и в вечности была отражением и сиянием славы. Она строится на Христе. Давайте мы поднимемся сейчас для молитвы. Итак, Рождество Иисуса Христа открыло новый сезон на этой земле, новый сезон мироздания. И сегодня через это рождение Иисуса Христа у нас с вами есть возможность, друзья, пройти свои сезоны жизни. Сезон рождения, сезон становления, сезон власти и сезон, когда мы реализуем свою миссию. Мы становимся частью Божьей Церкви и фундаментом для будущих поколений. Я хочу об этом сейчас помолиться. Иисуса Христа